Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешенную. Номер 823. Событие дня. Ниеме 9.16. Но они, отцы наши, упрямствовали и шею свою держали упруга за 16 марта 2018 года. Притчи 22.10. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Какое простое средство. Не уговаривать ничего. Он кощунник. Он же кощунствует на всем святым, на то, что самое ценное. Он кощунник. И ты хочешь, чтобы у тебя не было ссоры, не было брани, выход только один. Убери его. Вот отцы занимались, те, которые понимали, что такое мир внутри государства. Они переходили грань. Ну что, гулаг. Говорили, да всех не перевешиваешь. Ничего. Нашлось место для всех. Они кощунствуют. Да надо власть молиться за власть. Больше-то и ничего нет. У нас в стране готовится избрание президента. Мы призываем к молитве. Только Бог знает внутренний мир человека избрать. Сегодня говорят. Ну уж лучше не сделать. Пусть тот остается. А другие надоело. Там вот этого надо. Ну и они друг друга обличают. Не обличают. Придумывают. Но будет так, как Господу угодно. Мы молимся. Сердар Аташов. Как вы, никто не сможет хотя бы спастись и детей крестить? Человек этот понимает, насколько это трудно. Вот даже сколько говорят, и патриарх об этом говорит. Приход-то есть. Пришел, ушел. А вот чтобы община была, как один, кончилась служба. Никто не расходились. На собрания зашли, знали нужды друг друга. А другие еще вот у нас остаются на занятия, тут же пообедают, приносят с собой. Ну в каком храме это? Много ли таких-то? Да еще там как. Где, в каком храме не ходят с тарелкой? Давайте. Где, в каком храме не берут и не торгуют деньги? Ни за что. Нету. У православных и всем только святая десятина Божия. Больше ничего нету. Новиков Сергей, эти соображения у меня уже в самом начале были. То, что вы предлагаете, это нечто вроде титров, что идут в конце фильма. Ну что я предлагаю? Вот у меня, сейчас я могу сказать, сколько здесь проповеди, которые только в ворде, напечатанные. А напечатанные они на магнитофон записывали, а потом напечатали. И вот теперь я решил, как эти, их вместе-то дали, все они стоят на нашем сайте. Ну сделать так, чтобы они как были на ютубе. Я вчера целый день этим занимался и наконец все вытащил. Ну все. Но теперь сделать как? Ну пробовать в среднем 20, там до 30 минут. Ну и редко, когда больше. Вот как это сделать, чтобы отдельно она была? И просто открыл ее, вот как, допустим, в скайпе. Внизу пишем кому-то сообщение длинное. Или вот здесь комментарии какие-то. Ну длинное. Считаешь ее, бегунком переводишь, она идет дальше, дальше сам бегунком. Вот это я предлагаю. Оказывается, нет такой даже функции, чтобы можно было сделать это в ютубе. Вот мне он на это отвечает. Прокручивающийся текст даже крупным шрифтом вызывает большое напряжение у читающего. Прокручивать я имею в виду не система прокручивала, а я. То есть это полностью одинаково, вот как большие комментарии даются здесь. Это тоже в ютубе. Но как-то еще что-то надо сделать. Какой-то там кадр поставить или как? Глазу все время надо поспевать за строчками и одновременно двигаться вдоль них. Мне вот как раз не надо поспевать. Остановился, пошел там, что надо сделать, пришел. И рукой передвигает. Вот я здесь текст передвигаю, вот так вот сделать. А каждая проповедь, это полчаса. Ну и сколько надо человеку. А другой редко, мало считает, не имеет. Ну на два часа пусть. Пусть передвигает, вот как здесь. Я рукой передвигаю, вот чего я хочу. Может быть кто-то знает, какие-то нам советы дадут. Но проповеди-то немало. Я сейчас скажу, сколько их. Больше тысячи. Это совсем разные способы чтения. Читать неподвижные строки и двигающиеся. Возникает также еще одно неподходящее обстоятельство. Скорость чтения очень индивидуальная. И сильно отличается человека к человеку. То есть он не понял, что я хочу сделать-то. К чем отличается? Вот я сейчас буду стоять пять суток на этом. Потом передвинул, еще через сутки приду. Если бы она двигалась механически, тогда другое дело. А то рукой. Придется выбирать некоторую среднюю и для них будет... Для одних. И для одних будет быстро. Для других слишком медленно. То есть это он говорит, когда автоматически двигает. Он меня не понял. Это еще больше мешает. Далее. Продолжительность видео, развернутых из книг, таким образом будет весьма велика. А из-за подвижного текста и объем файла очень большой. Мне на перекачку столько совершенно не потянуть. Это месяцы непрерывной загрузки. Да нет, нет, нет. Еще вот этот текст. На это требуется на загрузку полторы секунды или меньше полсекунды. Вы даже примерно можете в Ворде такое поглядеть. Нажмите и не отпускайте колесо у мыши. И одновременно чуть стрелка вниз. Игнатий Лапкин. Значит, я не точно говорил. Не движущийся текст. А просто попробовать так, чтобы открыть текст и передвигать вручную движком. Или как страницы. Но файла по одной проповеди. Все вручную. Как в Ворде. Вот эту страницу по скайпу. Вот эту вот сейчас. Вот здесь вот. Читаю и подтягиваю бегунком и далее читаю. Более ничего. Так что можно читать со страницы на страницу. Кто как сможет. Пока хотя бы один ролик с одной проповедью в Ворде сделать. Если конечно можно. Или меня бы научить это делать. Никаких движений. Просто файл, проповедь. Файл как бы всего в одну страницу. Как бы. Как в скайпе. Письмо длинное. Ну а вчера тут заходил. Он с Америки. Врата не одолеют его. И видно мужик. Его нигде не приживется. Он все на своем настаивает. Я ему показываю златоуст. А что златоуст? Мне никого не показывай. Покажи писание. Но в писании сказано. И все на этом. Для этого Бог поставил учителями. Как плохо быть неправославным. Он мучается. И видно что ищет. А что он найдет-то? В себе нет. В писании нет. Только толкование. Толкование блаженного феофилакта. Такое. А он в основном брал от святого Иоанна Златоуста. Матфея 7 глава 13-14 стих. Входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Узкими вратами. Узкими вратами называют искушения. Толкование. Как произвольные. Например. Пост. Бдение. Вольную нищету. Странничество. И другие. Так и непроизвольные. Каковы узы. Гонения. Лишения имения. Славы. Детей. Болезни. Раны. И прочее. Что Ивов. И не хотя потерпел. Как человек тучный. Или с большой ношью. Не может пройти узким местом. Так и сластолюбивый. Или богатый. А идут широким путем. Вместе с словами врата и путь. Показывает и то. Что как теснота временна. Так и широта. Скоро переходима. Ибо кто терпит обиды. Тот как бы проходит только сквозь некоторые ворота. Равно и сластолюбивый. Придавая сластолюбию. Проходит как бы только некоторый путь. Но как то и другое временно. То выбирай лучшее. Он говорит. Время мое легкое. По причине будущих воздаяний. Матфея 7 глава 15-16. Берегитесь лже-пророков. Которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград. Или с репейника смоквы. Толкование. Еретики обыкновенно бывают хитрые и притворные. Посему говорит. Берегитесь. Они предлагают сладкие речи. И являют по-видимому житье честное. Между тем. Внутри или в сердце их скрывает удочка. Под овечью одежду разумеется и та кротость. Какой пользуются некоторые лицемеры для того. Чтобы обласкать и обольстить. Они узнаются по плодам своим. То есть по делам и жизни. Хотя бы они для других на время и скрывались. Но для внимательных всегда бывают явные. Вот они за мной гоняются сейчас. Но они сидят. У них ничего нет. Это Олег Сват. Человек неходячий сидит. Полтора сантиметра весом. Тут как раз говорится. В узком месте пролезет. Нет. А что ему надо? Вот смотрит. Кто тут со мной знакомый. На него выходит. И начинает там такую гонить. Муть. Ужасно. То есть совершенно неверующий человек. Никакого страха Божия. Ничего нет. Без страха уточняют себя. Одно это только говорит. И некоторые раскрывают уши. И дальше идет. Вот у нас потеряевки один такой. Полностью одержимый сатаною. И наконец собирает в интернете только то, что нужно, чтобы обгадить. Он ничего больше не понимает. Он разыскивает. Ага, это вчерашняя. Это три года назад была. Блевотина. Там мерзость всяк. Он все собирает и все сжирает. Но явно дело, что бешеный. Одержимость бесомская. Матфея 16 глава 18-19 стих. И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи царства непестного. Что, это головой ударилось? Откуда она прыгнула-то? Она что, с ума сошла? Как грохнулась. Надо туда не пускать ее. Она опять будет болеть. Головой. Она не может оттуда, в темноте, там, а отсюда прыгать. И как она? Она прыгнула на эту. А тут никакой амортизации нет. Вот сюда? Ну да. Вот телефон. Это наша паля. Ужасно как. Значит, смотреть надо. Кверху ее нигде не пускать. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Толкование. В воздаяние Господь назначает Петру великую награду. На нем создать церковь. Петр исповедовал Сыном Божиим. Сие это исповедание, которое ты исповедал, говорит он Петру, и будет основанием верующих. Не то, что на Петре, а именно, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это и есть основание. Посему всякий, намеревающийся устроить здание веры, должен положить в основание это исповедание. И мы, если совершаем много добрых дел, но не имеем в основании их правого исповедания, не впрок созидаем. Ну и вот эти еретики за мной гоняются. Притом ни один, ни два, тысячи. Тысячи. Их уже только закрыто, больше четырех тысяч. Каждый день. Около сотни. Я вчера посмотрел, около сотни. Это невероятно. Но это награда Божия. Притом абсолютно безразличная. И сквернословят, и матерятся, и им деньги платят. Я разузнал, сколько. Большие деньги платят, засадят, и они день и ночь на день и те же ролики. Врата адовы, суть являющихся по временам гонителей. Вот так. Которые пролещением низводили христиан в ад. Еретики так же суть врата, ведущих в ад. Вот кто. Вот эти гоняются за мной. Там Дудин, вот этот Олег с в ад. Но церковь многих гонителей и многих еретиков преодолела. Так же и каждый из нас есть церковь и дом Божий. Потому, если мы утверждены на исповедании Христовым, врата адовы, то есть грехи, не одолеют нас. Это вот такое понимание. Подключаем разумение прощения разрешающие или запрещения связывающие грехи. Так как те, которые, подобно Петру, удостоились епископской благодати, имеют власть прощать и вязать. Хотя одному Петру сказано «дам тебе», но дано всем апостолам. Когда? Когда Господь сказал им, что разрешишь на земле, то будет разрешено. Да и самое выражение «дам» означает будущее время, то есть после воскресения. Когда Христос воскреснет? «Небесами называются и добродетели, а ключами их труды. Ибо при помощи трудов, как бы при помощи некоторых отверзающих ключей, мы входим в каждую добродетель. Если же я не делаю, а только знаю доброе, то имею я ключ знания, а остаюсь вне». Только ключ знания? Да. «Связан же на небесах, то есть добродетелях, тот, кто не ходит в них, ибо подвязающийся разрешен добродетели. Посему нам не должно грешить, чтоб не связывали нас узы собственных грехов». Эхристиаст 8.1. «Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Это я взял название ролика такое. «Юрий Соболев, живописно вы, Игнает Тихонович, вышедшие в ролике «События дня» прошлись по старообрядцам, особенно про зарытые таланты. Это верно и весьма важно, ведь будет спрос о том на суде». Вот так. «Ну, вот Дмитрий один из Греции». «Доброе утро, Игнает Тихонович Лапкин. Вы не выставили еще наш разговор в YouTube? Хотел поделиться с человеком с организацией «Свидетели ИГОВы», чтобы он услышал бы ваш разговор по поводу книги ихней. «Сегодня закачаете YouTube?» «Игнает Тихонович Лапкин, только что поставил под закачку. У меня это дело идет очень медленно. Полагаю, если будет нормально, то через 3 часа и 35 минут будет уже на нашем видеоканале стоять. Название будет примерно такое. Греция, Экклесиаст 8.1. «Мудрость человека просветает лицо его, и суровость лица его изменяется». 15.03.2018 «Обычно же мы отсылаем в администрацию наших ресурсов, и они выставляют примерно через 7-10 дней. Но ради вашей просьбы рискнул взять этот труд на себя. Молитесь, чтобы не было сбоя». И вот один выставил Александр, у него переписка с Александром Адрусенко. Ну, как мне послали, я так и выставляю его, а скопировал. Александр Адрусенко, приветствую. Александр, а ты смотрел ролик и ты? Александр, мир вам. Нет, не смотрел. Посмотрю сейчас. Александр Адрусенко, хорошо. Что скажешь по моему комментарию? Александр... Отвечай, наверное. Наверное, ничего не скажу. Слова апостола Павла обозначены в Священном Писании. Вы для меня оба дорогие. Ты же знаешь об этом. Да и, честно говоря, я ушел от всех этих споров и доказательств. Снова служу в алтаре в новом храме и снова вернулась ко мне спокойствие и уверенность в том, что я в истинной церкви. Ведь каждый выбирает сам, сам по своей свободной воле, по своему внутреннему мироощущению. Все эти споры, доказательства, стремления к тому, чтобы быть справедливым среди справедливых, уже не по мне. Для меня важен мир в душе и мир с каждым человеком, независимо от его взглядов на верование. Да и на суде ответ душа моя будет отвечать не за мои взгляды и отношения, а как я жил, следовал я тому, о чем спросит Господь. Матфея 25 глава, 35, 36 стих. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. То есть, ну, ответ-то совершенно правильный, потому что, когда мы умрем, будет суд Божий, то только это и спросится. Вот я думаю, осознавая справедность нашего земного бытия, Светлане низкий поклон. Это его жене Андрусенко. Спаси и сохрани вас Господь. Александр Андрусенко, чтобы много букв не писать, давай кратко переговорим. Мне есть тебе кое-что сказать. Александр, ты прости меня, сейчас не могу, мне в садик нужно, за внуком идти. Александр Андрусенко, если что, я свободен, звони как сможешь. Александр Андрусенко, вот герой Тигран, с присланного тобой ролика. У тебя он заговорил на минуте, 1 минута 30 секунд, а вот он же угрожающий в конце. И прошу тебя заметь, православные, они сплошь правильно до тех пор, пока не поймаешь его на лжи. А как укажешь на неевангельское поведение, так от этого человека последует либо, мы все грешны, или за собой следи, или пусть мы изолгались, и правда нет нас, но мы все равно в истине. Ну как такое объяснить? Александр, я думаю, что не нужно никого ни на чем ловить, посему как тайна и всегда становится явным. Библия нам дана Господом Богом для того, чтобы мы, люди, научались любить друг друга, а не иначе. Да и не мне тебе, дорогой, объяснять с твоей мудростью и опытом знания Писания, что все внешнее не стоит того, на чем рождаются перетолки. Есть, кто действительно учит и просвещает, а есть те, кто себе пытаются заработать условный авторитет, но коль кому-то, как так надо, пусть поступает. Простые слова. Они еще это не знают, вот Александр, два Александра, они между собой беседуют. Но почему-то чаще поступают иначе, хотя сами понимают, что зло не боится зла, оно ведь в нем растет и приумножается. И что зло не может вместить в себя только любовь, посему как она его разрушает. И если мыслить по-христиански, то не нужно бороться со злом, а нужно бороться за добро, за любовь. В 1 Коринфянам 4.5 сказано, поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Сегодня многие родители ходят похоронить веру, хотят похоронить веру православную. Для чего? Сами не знают. Святитель Лукан оставлял самыми простыми словами. Будьте добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро, вникай в нужды другого, пристально, говори мягко, а остальное предоставь Господу. Именно любовь, ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет сил, если не будет основано, любви к человеку. То-то и оно, что нынче, любовь уже среди христиан становится в дефиците. Я думаю, Бога совершенно не волнует человеческие отношения в плане споров, доказательств, деления и прочих вещей. Он просто обращается к нам индивидуально, к каждому. Даже ми сене. Даже ми сене, твое сердце, очи твои, моя пути да соблюдают. Притча 23-26. Вот чем нам нужно и чаще озадачивать себя, а свою жизнь сравнивать со Священным Писанием. А остальное, все суета-сует, если мы не доверяем Богу. И если мы, то есть каждый верующий человек, воспринимаем слова Священного Писания, как личное обращение Бога к нам, то и мир станет другим, и отношения человеческие примут правильную и достойную форму общения между нами. И мы воочию будем слышать слова, которые произносят в храме перед символом веры. Возлюбим друг друга, да единомыслим исповемый. «Посему апостол Павел и ставит нам всем задачу, вполне под силу каждому человеку». 1 Кориффина 4.16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». А суть подражания этого – благовестие и любви к ближнему своему. Марка 16.15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, ведь только правильную веру и жив будет, сказано в послании к евреям, а не враждою и ненавистью. Так что в какой вере мы бы не пребывали, нужно быть терпимыми друг другу, храни тебя Бог». «Александр Андрусенко, я тебе написал не для того, чтобы ты мне письмом отвечал, а для того подготовки к разговору. Ты готов поговорить?» «Сколько хороших слов говорит этот Александр-то. И как все это мимо, что с человеком делается. Я знаю, Андрусенко – это прекрасный человек. И как только отошел от православия церкви, абсолютно другой. Вот он сейчас ничего нет. И Писание, Писание, знать это надо день и ночь исследовать всю жизнь. У него времени никогда не было. Тем более такой насмешливый характер. Какие слова-то впереди скажут. И ничего как будто не говорит. Он все это за себя бросает. Почему? Говорит коллегу, когда там их свату перешел в группу, это что, с ума сойти? Это полностью все Бог отнял. Я о ком-то еще могу не говорить, но этого я знаю близко. Это добродетельнейший человек. И не перенес там какой-то Деодор, его епископ, там, митрополит, что-то там сказал где-то. И все рухнуло. И вот и показалось, что фальшивое христианство-то. Как же так-то, Александр? Александр, сейчас нет, прости. Александр Адрусенко, прощаю. Но одно не забудь, что Писание лжецов и лукавых из числа верующих не учит прикрывать, но обличать. Твоя позиция «всех люблю, никого не обличаю», антиевангельская. Ты успокоился и снова стал служить в алтаре потому, что окончательно убедил свою совесть замолчать. А думайся, не пращи голову в песок. Путь за Христом – это не путь компромиссов. Предупредить тебя, а не замалчивать, как это делаешь ты, мне повелевает Писание. Смотрите, братья, чтобы мне было в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить, ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. То есть он относит только к этому Александру, к себе он никак не относит. Из церкви ушел. Главное, ты ушел. Тебя и слушать уже не о чем. Ушел из церкви. Ужас-то какой. Евреям 3 глава 12-13 стих. Всякую шваль собирает теперь с ними вместе на помойке и выучит. Как же так это? Мерзость пред Господом, уста лживые, а говорящую истину благоугодные. Ну куда пошел-то ты, Александр Андрусенко, это самая мерзость. Притча 12-22. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, то если бы ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и я взущу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Изакийиль 3 глава 20-21 стих. Кто такой Евгений-то, который заходил там, этот старый какой-то безбожник, совершенно, не в православии. Это все говорят отщепенцы, другого имя имя нету. Сопоставляя мою неправильность в следовании Священного Писания. Но по-другому у меня уже никогда не будет в отношении веры в Спасителя моего Иисуса Христа и в вере в православный. Александр Адрусенко. Речь моя не о названиях, геноминации. Геноминации, как я их слова. Так уже подцепил это слово. Геноминации, конфессии, это придумал сатана. Под каждым этим словом стоит ересь. Моя не о названиях ереси. Вот как надо говорить. О поведении брата и вреде молчания. Писание, надеюсь, ты опровергаешь, побоишься. Посмотри, брат, как опасно ты идешь. Что я должен был сказать, сказал. И я свободен от твоей крови. Александр. Благодарю тебя. Да и я не о динаминациях писал. Писал о любви. Разговаривать с братом о любви, это значит, прежде всего, писать о смирении. Точнее говоря, о смирении любви. Так как любовь не ищет своего. Но забывает о своем и отдает свое смирение. Только смирение может о себе забыть. Смирение есть сама природа, отдающая себя, жертвующая собой любви. Смирение и есть жертва. Жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не утяжит. Псалом 50. Конечно, ты свободен от моей крови. То, что нужно было тебе, ты сказал. А я со вниманием выслушал. С Богом. Александр Адрусенко. Любовь, брат, это не только по шорстке гладить, но при опасности встряхнуть брата. Это, конечно, не так приятно, но любви надо же немало. Согласен? Ну, надо тоже. Да, тоже. Я не умею гладить против шорстки. Я? А к себе такое вразумление или обличение я всегда принимаю с радостью. Я знаю, что это делает меня духовно устойчивее. Да и коли укажет на мое что-то недостойное, с радостью исправляю. Александр Адрусенко. То есть ты понимаешь, что тебе полезно послушать обличающего, а сам предпочитаешь, прикрываясь любовью, любви не оказать, однобокой любовью. И где в этом Христос? Александр. Я с детства такой, не умею делать замечаний или обличать кого-либо. Для меня лучше промолчать. И это не от того, чтобы выглядеть хорошим. Просто мне Господь говорит, не следует этого делать. Человека не исправить. И задумать начать иначе тоже невозможно. Если человек решает для себя что-то, то вряд ли его что-то может сподвигнуть, кроме Господа. Видно, вот такой однобокой и могут только обладать. Другой нет. Другая в поступках, заботах, вниманиях и делах. Александр Адрусенко. Брат, странно это. Нельзя родиться свыше, а жить не по Писанию. Александр. Я не хочу перечислять того, что я делаю. Некрасиво будет. Поверь, я по выходным после храма не на диване лежу. Александр Адрусенко. Дела не спасают. Ты можешь весь быть в делах, но если ты хоть в одном сознательно отступаешь от Писания, то это грех. Александр. Может и не спасают. Только я по-другому не могу. Все, о чем говорит Господь в Евангелии от Матфея 25-35, поступает так. А там на все будет воля Божия. Не достоин был спасения, значит не достоин. Только я думаю, и вот меня не направят. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто подсчитает себя чей-нибудь, будучи ничто, тот обращает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Александр Розусенко. Ты меня продолжаешь удивлять своей позицией. Помнишь доброго и почитаемого пересвященника и судью Илья. И при том, за его попустительское поведение относительно нечестивых сыновей. Как кончили жизнь они, и как Господь покарал Илью. А ты думаешь, с тобой почему-то Бог поступит, должен иначе поступить? Александр, сказано же, во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, и вы поступайте так же, и не делайте другим того, чего себе не хотите. Это двуединая заповедь просвечивает сквозь всякое старание не причинять людям страданий. Наоборот, обличать им жизнь, помогать, забот хватает. Ведь каждый день предоставляет нам немало случаев, чтобы упражняться в этом занятии. И на дороге даже быть учтивым и не злым. И в больницу, если есть возможность, пойти пообщаться. Да просто кому-то сделать то, что тебя просят. Разве это не христианская проповедь? А как со мной Бог поступит, только Он знает. Я знаю, что Он знает, что есть в сердце моем, посему и судить будет. Даже если Бог мне укажет на ад, разве можно будет возразить? Александр Андрусенко Брат, твои дела плохи. Ты совсем Писание толкуешь превратно. Илья, как ты думаешь, хотел бы, чтобы с ним строго обходились сыновья? Видимо, нет. Он же мягко их увещевал и только. Наверное, как и ты, понимая слова. Во всем, как хотите, чтобы поступали с вами, и вы поступайте так же. Хорошо. По-твоему действовал. А Бог Илья и детей его убил. Илья и детей его убил. Ильи. Это не Илья, Ильи. Да, да, Ильи, да. Александр, если ты говоришь плохи, значит плохи. Да если по-мирски, они никогда не были хороши. Всю жизнь боль, забота и работа. Но страшнее того еще и то, что когда Бог становится не целью для человека, а средством для жизни. К сожалению, большинство людей Христос не нужен. А мне нужен. И я от немощи своей нуждаюсь в нем. Ну а кому-то нужно, чтобы у них главное было все хорошо. А Бог должен быть средством для этого. В большинстве своем люди часто свой переодетый эгоизм выдают как бы за понимание, познание слова любовь. А обусловлено это тем, что беда нашего современного земного бытия состоит в том, что многие... А обусловлено это тем, что беда нашего современного земли... Слава Иисусу Христу! Желает иметь Спасителя и даже утверждает многие, ссылаясь на стихи из Священного Писания. Но не желает иметь Царя и Господа. Они хотят быть спасенными, но не хотят быть послушными и желают иметь Христа. Но только на условиях своих религиозных традиций и привязанных к ним философии. Им нужен Христос из-за их эгоистичных желаний. Они хотят того, что может дать Бог, но не самого Бога. Забывая, что христианство это не религия, а живые отношения с Богом. Не правило, а образ жизни. А коль меня или моих можно лишить за мой образ жизни, так на все воля Божия. Другого мне просто не дано. Александр Анатолий Сенков. Брат, очнись! С Богом! Спокойной ночи! Александр. Я в здравом уме и рассудке, брат. Мне нечего очнуться. Все упование мое на Господа Бога моего. А думать обо мне, осуждать или вразумлять, в праве каждой. Приму без всякого осуждения. Но буду жить так, как говорит мне Бог с Богом. То есть это свои переписку он мне выставил. Это Александр. И не случайно он выставил, потому что там все речь обо мне идет. Роман. Украина. Игнатий Тихонович, мир вам! Здесь вопрос нерешенный есть у меня. Я не крещен и полным погружением. А следовательно, не в церкви. Крестить меня полным погружением наши священники отказываются. Следовательно, так как я вне церкви, тогда на меня и другие каноны не имеют никакой гласности. И проповедовать, тем более строить общину я не могу. Нет, тут вот совершенно неправильно. Что ты должен делать это все и приближаться к окрещению. Из этого вытекает только одно на данный момент, что большинство вне церкви, так как их крестят не по канонам. А в церкви только те, которые нашли, где креститься полным погружением. То есть нашел, спасен. Не нашел, не спасен. Можете мне малограмотно объяснить все окончательно, чтобы я наконец-то понял. Игнатий Лапкин. Евреям 5.11. О сем надлежало бы вам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечениям добра и зла. Роман. Конечно же, занят учением крещения, так как Сергей Павлович мне вчера ответил, что я вне церкви, так как не крещеный. Естественно, меня вопрос этот нерешен и волнует. А священники у нас отказываются крестить полным троекратным погружением. Бога я не оставлял никогда и не оставлю при всем этом. Как далеко проникло вот это отступление. Они даже слышать не хотят, священники. И патриарх Алексей говорил второй об этом. Не крестить у них бесполезно дело. Почему? Потому что никаких мер не принимает. Канон нарушен. Пятидесятый апостольский. Не три погружения крестят, его сразу же извергать надо. Все кончилось. Так а тогда остановится. Ну пусть остановится, а потом направится. Роман, поэтому в этой связи я больше склоняюсь уже на тот факт, что я все-таки крещен. Вот видишь как. Учитывая крещение, крещение в дедахе, в котором под третьим пунктом все-таки написано о том, что можно возлить на голову трижды. Видишь как. Уже не надо ни погружения, ничего. А вы не даете конкретных ответов в моем конкретном случае. В этой связи я на все свои вопросы нахожу сам ответ. Сам теперь ответ. То есть что я говорю, никак. Я такой богатый материал давал. Игнатий Лапкин. Как раз я и даю самые полные ответы. И конкретно применяйте к себе. А не так, что мне больше подходит. Я то и выбираю. Спасение так не делается. Женщине удобно брюки носить. Удобнее мужчине бриться. И что получается? И аборт удобнее и дешевле, Чем рожать и воспитывать. И еще неизвестно, что будет. Не убийцу ли себе воспитаешь? Дедаха. Это не правило и относится к апокрифам. Ее никогда не было в книге правил. Никогда. За две тысячи лет. Вот материал о крещении даю еще раз вам. Как раз. Полный материал. Истинное крещение. Страница 60. Да. Игнатий Лапкин. Мир вам, Сергей Александрович. Теперь мы говорим с Новиковым. Если у вас есть свободное время, прошу выслушать и попытаться помочь. Вы хорошо оформили все тома открытым оком. Но посещаемость там мизерная. Мне пришла мысль, как сделать этот материал более доступным. Начиная с седьмого тома, в каждой книге есть вопросы и ответы. Есть и проповеди. И я сегодня этим занимаюсь. Выделяю отдельно проповеди. И теперь легко их попросить каждую выделить. Размонтировать каждый том по отдельным проповедям, как это в книгах. И текст пустить. Просто столбцом одним. И шрифт такой взять по размеру, чтобы при средней скорости чтения, как я читаю Библию, чтобы каждую проповедь сделать читаемой примерно от 20 до 30 минут. И страницы, чтобы никак и нигде не переворачивались сами. А человек, читающий, сам бегунком протягивал текст и читал дальше. И так будет легко возвращаться назад, бегунком же вручную. Каждую проповедь по ее названию сделать совершенно отдельным файлом. Как проповеди Златовуста в Ворде, по Гуглу в интернете. Жду ответ. Евгений Давыдкин. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Мир вам и дому вашему, и общине. Хотел задать вопрос по Библии. Апостола Павла, первое послание к Оримфинам. Глава 9, стих 11. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем в вас телесное? О посеянном духовном понятно Слово Божие, вера в Иисуса Христа, как Бога и Сына Божия, Спасителя. А что означает, если пожнем у вас телесное? О чем имели в виду апостолы, говоря о телесном? Спаси Христос. С уважением, раб Божий Евгения. Башкирия. Игла. Игнатий Лапкин. Телесное для тела сбор средств для иерусалимских голодающих и содержание благовестников. Кормить, поить, на дорогу дать. Это за один день события дня. Вот какая переписка была. Так это я беру далеко не все. И за один день. Сердар Аташов. Игнатий Тихонович, как я прежде смотрю ваши ролики, от которых не могу оторваться. Слезы ручьем. Готовь все отдать, чтобы иметь того же духа, что на вас. Аллилуйя. Аминь. Игнатий Лапкин. За мной последую рыскают все время сомы безбожников, еретиков и других сатанистов. Они будут и на вас нападать, что со мной дружите. Заливают все вонючие блевотины своей антихристы. Это Сергей Дудин, Олег Сват и другие сыны погибели. Они вожделеют каждую душу сосватать с ведьмами и бесами, как Пушкин пишет. Домаули похоронят, ведьму ли замуж выдают. Сергей Игнатов. Храни, Господи, нашего доброго и строгого советника и наставника во Христе, его ближних. Аллилуйя. Слава тебе, Боже. Пусть собаки лают, а караван идет, гласит поговорка. Мне, как и другим православным христианам, лучше быть гонимым за Христа, отнести их людей и злобных духов, нежели погубить свою душу от дружбы с ними. Аминь. Александр Марьясов. Мир думу вашему. Игнат Тихонович. Если мы с Богом, то чего нам бояться, а если без Бога, то на что надеяться, говорил Аврелий Августин. Конечно, не все представители вашего списка, но некоторые они и меня каждый день посещают с заходом издалека. Ильин пытается влить в мою душу, а потом начинает за что-нибудь хвалить, медленно переходя на вашу личность и скидывая ссылки на ваши ролики, пытается искаженным методом третирования священного писания показать якобы на вашу непринадлежность к православной вере. В итоге за мою неизговорчивость называют меня, кто я есть. И следуют далее в поиске себе подобных. Они не занимаются, ни писания не знают, ничего. Даже еретиками надо назвать, богоотступники. А рыскают таковые преследователи, посему как у них какая-то личная душевная неустроенность. Неустроенность. Да, неустроенность. Она всегда связана в человеке с... С половинчеством. С половинчеством. С его раздвоенностью и к тому же с желанием быть на пике обозримости, блистать в глазах подобных им. А одно они только упустили, что у основы православия есть любовь и правда. А они вызывают только чувство сострадания. Господи, наставь их на путь к истине. Игнатий Тихонович, здесь, в этом земном бытии, меня с вами может разъединить только смерть. Но я надеюсь, что Господь воссоединит нас всех в вечности. Спаси Христос. Вот о книге Иова начали говорить. А вот там сыны Божии, между ними пристал сатана. А в другом написано, сыны Божии стали на дочерях человеческих жениться. Это кто? Это ангелы падшие, и от них рождаются дети. Вот такое. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Очевидно, что в этом списке вместо сыны Божии могло стоять ангелы или святые духи. рождать им это сильные и здравоохранительные люди. Дочери человеческие от Каина, сыны Божии от Сифа. Каиниты все погибли в водах потопа. Вера Митрохина. Аминь. Евгений Тропко. Игнатий Тихонович, благодарю за ответ по книге Иова о сынах Божьих. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, я переслал вам ответ... Ваш ответ? Я переслал ваш ответ этому баптисту из Калифорнии. Знай одно, что в тех протестантских, сектантских кругах все едино понимают. Все едино понимают? Все едино понимают, да. По бытию 6 главы. Что сыны Божии от ангела бесплотные духи. Сам так был научен в тех кругах и так понимал, как они понимают. Ну как так? Дух не может соединиться с плотью. Даже ничего бы не было известно. Просто вопрос стоял бы. Но после этого было где-то, не было. Женщины остались такие же. Духи злые такие же. Но почему нигде больше не было ни одного случая-то? Алексей Цеденов. А как вообще появились баптисты? Евгений Тихонович, Евгений Тихонович, отличает Цеденов этому. А как вообще появились баптисты? Первая община баптистов была основана в Астердаме в 1609 году группой английских пуритан во главе с Джоном Смитом, которая под влиянием менонитов, умеренных анабаптистов, восприняла доктрину, отвергающую крещение младенцев. В 1611 году часть амстердамских баптистов вернулась на родину, образовав в Лондоне первую баптистскую общину Англии, где окончательно сформировались вероучения и догматы, а также возникло наименование баптисты. Как рождаются секты? Вот она рождается так, все. Зародившись в Европе, наибольшего развития баптистское движение достигло в Северной Америке. Основу первых баптистских общин составили изгнанники из пуританских колоний, преследуемые за высказыванием взглядов о необходимости отделения церкви от государства и отказ от крещения детей. Видишь, какое отделение церкви от государства, крещение детей не крещено. И что секта новая? Но вначале баптисты были, которые крестили детей. У них такое крыло было. В 1639 году группой таких верующих во главе с переселенцем Роджером Уильямс была основана новая колония Рот-Айленд, где официально была провозглашена свобода вероисповедания. А в городах Провиденс и Нью-Порт основаны первые баптистские церкви. После обретения религиозной свободы баптистами была развернута активная миссионерская деятельность, охватывавшая помимо белых колонистов, индейцев и чернокожие население страны. Среди последних данное исповедание получило широкое распространение, вследствие чего до настоящего времени в США существует несколько афроамериканских баптистских объединений. В континентальной Европе баптизм практически не имел распространения до первой половины XIX века. Благодаря усилиям британских и американских миссионеров в 20-30-е годы XIX века баптистские общины были основаны во Франции и Германии. Вследствие, благодаря активной миссионерской политике немецких баптистов, в частности пастора И. Г. Онкина, Германия стала центром распространения баптистского учения в государствах Скандинавии и других странах Европы. В 1905 году на Первом Всемирном съезде баптистов в Лондоне был основан Всемирный Баптистский Альянс, в который к настоящему времени вошли 214 баптистских объединений, действующих практически во всех регионах мира. Евгений Трапко. Там в тех кругах сектантских такое еще понимание, что это ангелы бесплотно облеклись в плоть и вошли в сношение с дочерьми человеческими. Бесплотно облеклись в плоть. Но Слава, как? Где это об этом говорится? Даже намека нет, и они не могут. Это не дано. Единственное, это зачатие было без мужа. Это Христос родился, нашел Дух Святой Благовещения. Все, больше не было. Но то, кто тут дурит, откуда берут-то? Облеклись в плоть. Бесплотно облеклись в плоть. Ни намека, ничего нет, смысла нет, но целое общество так все поняли. Это об исполинах речь. И эти исполины являются якобы падшими ангелами, которых Люцифер увлек за собой. Вот такое там учение. Евтушенко Сергей. Они просто сразу приняли книгу якобы Еноха. Евгений Трапко. Инать Тихонович. Как нам, православным христианам, относиться к апокрифической книге Еноха? Что православные святые отцы говорят об этой книге Еноха? Какое у святых отцов суждение о книге Еноха? Евтушенко Сергей. Показывает ролик, посмотрите дальше. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Апокриф и фальшь несусветная. В печь кузина из собачьего сердца полиграфа плоды. Евтушенко Сергей. Алексей Цеденов. Каким образом они действуют на психику людей? Воздействуют. А, точно. Что те дома продаются. Что те дома продаются. Продаются и прочее. Задайте свои вопросы Игнатий Тихоновичу Лапкину. Он вам поможет расставить приоритеты в ваших вопросах и даст полезные советы. Так, вот видишь. Это только, ну что, отдельные переписки взял. Вот целый день сколько. И теперь показать, что у нас ресурсы. Это вот Мой мир. Здесь многое есть. Второе. Вот Православный форум. Здесь у нас идет. И, пожалуйста, здесь Православный видеоканал Открытым оком. И кроме этого очень большой сайт. Православный библейский сайт. Сколько здесь пошло? 53 минуты. Все на этом на сегодня. Вот. Читал это Володя у нас. Пащенко. Ну и один слушатель благодарный. Ну и один слушатель благодарный.